Всем приветушки, вы на канале CryptoCommons. Сегодня у нас будет интереснейшее видео от Олесио Растани. Не переключайтесь, буквально через 40 секунд. Там глобальная картина по рынку, чего ожидать вообще, когда коррекция, когда to the moon. Но перед этим хочу напомнить, что на бирже Gate сейчас идет крыша и сноснейший турнир, на котором вы все можете поучаствовать, кто зарегистрирован на бирже по нашей ссылке. Или кто еще не зарегистрирован, можете это сделать прямо сейчас. Ссылочка в описании, переходите, пробуйте, удачу, никаких минимальных депозитных требований, ничего нет. Вот, мои все три трейда в плюсе, как вы можете видеть, о чем я вас информировал и вчера, и позавчера, и в телеге, и здесь у нас на канале. Вот, собственно, Dash Long, уже пошла разгрузка плавная, вот у меня по 50 контрактов. Аудио взял еще, держу пока без стейков. Очень сильно просел аудио, просто пипец. Дисклеймер, конечно, не финансовый совет, но жду сильный отстрел по нему. Ну, и вот он, видите, даже без коррекции в золотой карман, просто взял и попер дальше. Поэтому, не знаю, выглядит все очень вкусно, на мой взгляд. И можно даже чутка усредниться по аудио, попробовать. По смарт-маркету еще 10 тысяч контрактов возьму. Угу. И еще 10 тысяч контрактов. До 70 тысяч контрактов по смарт-маркету я зашел, вот она позиция, вот она ликвидация. Ребята, торгуем на свой страх и риск. Если не хотите, лучше не торгуйте, я вас не заставляю это делать. Но, кто торгует на фьючах, кто хочет попробовать новую биржу на небольшой объем, вот как раз можете это сделать по ссылочке в записании. Ну, а теперь, друзья, смотрим, Олесио Растани. Ребят, здоров, это Олесио, надеюсь, у вас все в порядке. Что за денек, точнее, должен сказать, что за ночь. Ведь за последние несколько часов биткоин пробил еще один важный уровень поддержки. И это трендовая линия поддержки. И, сделав это, он нас привел к следующей, второй важной цели для достижения биткоином, которую я держу в уме. Прямо вот здесь, объясняющий важность этого важного уровня и пробитие трендовой линии. Плюс мы с вами ничего посмотрим на неделю график биткоина, так что, ребята, мы хорошенечко здесь разберемся. А еще поговорим о биткоине, особенно в этом видео, также с точки зрения волн Эллиота. Так что, ребят, присоединяйтесь. Ребятки, с возвращением. Я не планировал так быстро делать очередное видео, после того, как выпустил буквально его вчера. Но после этого недавнего пробоя важного уровня поддержки, этой трендовой линии, которую вы здесь видите, я понял, что не могу молчать и должен поговорить с вами, обсудить то, что происходит с биткоином. И, кстати, не только в биткоине дело, еще и в эфире, который также недавно пробил свою трендовую линию поддержки, вот здесь. И с учетом того, что он опустился на ретест низов, который он сделал вот здесь, в мае, мы также видим аналогичное нарушение структуры и для XRP. Посмотрите на XRP. А я же говорил, я об этом говорил вам в своем предыдущем видео, что XRP может провалиться еще ниже. И вот смотрю сейчас и вижу, что XRP также пробил свой уровень поддержки, также вот здесь. Но давайте-ка вернемся к графикам биткоина, очень интересная ситуация здесь складывается. И, возможно, вы думаете, кстати, это очень интересно, ведь последний раз, когда я с вами общался на тему биткоина, когда мы были вот здесь, возможно, вы даже помните, я ведь тогда говорил, смотрите, даже если мы отскочим от низу, ведь у нас остается вероятность упасть ниже. Я говорю, что ожидаю, что мы перебьем эти низы. В итоге все это отработало. В общем, давайте поясню. Дело в том, что я обсуждал эту вероятность, потому что имело место высокая вероятность, что биткоин может спуститься, образовав структуру волны С, и, кстати, уровня, который он достиг совсем недавно в этом регионе. И первой целью я называл уровень 200 SMA. Это трендовые линии поддержки, которую мы вчера и достигли. А вот теперь мы с вами достигли вторую цель, которая у меня была, и о которой говорил ранее. Как вы сами видите, это недельный график для биткоина. И если мы с вами измерим вот это ралли целиком, используя сетку Фибоначчи от низа сентября 2023 до самой большой вершины, которую мы сделали в этом году весной, то уровень Фибоначчи 38,2% окажется на том же самом уровне, что мы и достигли с вами на момент производства этого видео. 55 142. Уровень, который на момент производства этого видео мы буквально и держим. Кстати, обратите внимание, что это падение на недельном графике с очень большой точностью попадает на волну А, волну Б и волну С. Ага. Чтобы понять, как я это сделал и нарисовал, нужно выбрать трендовые уровни Фибоначчи, нарисовать их от вершин весны до низов мая, продолжить от завершения волны Б, и это нам даст замечательную волну С, симметричную проекцию, как вы сами здесь видите, которая нам образует вот этот уровень, эту красную линию, до которой биткоин упал. 100% проекция вниз волны А, что позволит нам увидеть структуру волны С, направленную вниз. И это падение волны С, кстати, принесет нас к этому уровню 54 638, что примерно находится около уровня 55к, у уровня Фибоначчи 38,2%, являющаяся двойной поддержкой для биткоина. Кстати, пока я делаю это видео, биткоином получается замечательный отскок от этого уровня поддержки, от этого уровня двойной поддержки. Но, возможно, вопрос, который у вас возникает, окей, а что это значит в целом для большой картины? Во-первых, если вы не смотрели мои предыдущие видео по биткоину на недельном таймфрейме, то имейте в виду вот что. Я обещал, что следующий важный уровень, который станет экстремально важным для биткоина, это 21-недельный EMA. Детали я повторять не буду, я об этом уже говорил много раз, но скажу лишь самую важную суть. То, о чем я говорил ранее. Нам нужно будет увидеть и понять, какой вид отскока мы увидим в последующие несколько недель. Будет ли отскок неким подобием вот этого, я сейчас нарисую ABC, три волны, или же это будет импульсная структура, импульсная пятиволновая структура, как, например, эта. И все дело в том, что пока мы не знаем, каков отскок в итоге мы получим. Но давайте вернемся к модели Эллиота. И причина, почему это важно, потому что, скорее всего, у вас возникает вопрос. Если же у нас будет формироваться структура ABC, представленная на этом скриншоте, который я делал несколько недель назад, большой вопрос вот в чем. Является ли это структура ABC, которая в конечном итоге нас может привести к историческому максимуму, или же это будет структура ABC, которая нас просто приведет к вершине. И вот почему вкратце она должна будет вернуться к этой модели Эллиота, без лишних деталей. Главная суть этого заключается вот в чем. Хоть мы пока и не знаем в настоящее время, чем это закончится. Мы сейчас делали предположение, что структура ABC является частью четвертой коррекционной волны. Другими словами, есть вероятность того, что Биткоин сформировал четвертую волну коррекции ABC. Другими словами, третья волна завершилась здесь, на весенней вершине. После чего мы увидели как бы коррекцию ABC, как вы здесь видите, являющуюся частью четвертой волны. И это значит вот что. Что нас все еще ожидает впереди крупный ралли вверх. Как вы здесь видите сами. Большой ралли, который нас отправит в направлении новых исторических максимумов и в направлении стака. Это первый вариант. Но другая возможность и гораздо более страшная вероятность заключается в том, что если Биткоин достиг вершины вот здесь, на пятой волне. А сейчас мы формируем то, что станет волной А. Волной Б. И волной С. Что будет являться первоначальной, более крупной волной А. Еще более крупной волной А. Да, знаю, звучит запутанно. Возможно, вы счешьте голову такой, что вообще? Что вообще это значит? Но на самом деле все довольно просто. Просто, ребят, помните, что волны Эллиота, как и рынки, являются фрактальными паттернами. Другими словами, то есть волны внутри волн, внутри других волн. Как русская матрешка. Матрешка в матрешке в матрешке. И, кстати, если вы еще не подписались на канал Блабла Крипто и их друзей Крипто Комманс, срочно подпишитесь. Но если по сути, то я говорю вот что. Если Биткоин достиг вершины, то это значит, что мы готовим сетап для большого, крупного падения, являющегося частью еще более крупного медвежьего рынка. Этой большой волны А вниз. Не утверждаю, что это точно, что это произойдет. Все, что я говорю, это одна из возможностей, которые нам нужно иметь в виду. Что если Биткоин достиг вершины, в волне 5, то потенциально мы можем начать более долгий медвежий рынок. Особенно с учетом того, что фондовый рынок также разворачивается в медвежий рынок. И это означает, что в настоящий момент Биткоин формирует, просто говоря, структуру АБЦ. Другими словами, ребят, паттерн графика структуры АБЦ на недельном графике Биткоина, который вы здесь видите. И это потенциально может быть частью структуры АБЦ, как вы здесь видите. Структура АБЦ из потенциальной, как мы с вами видим вот здесь, первой волны А направленной вниз. А как мы знаем, А волны сами по себе обычно составляют корректирующую структуру АБЦ. Волна А, волна Б, волна С, более крупные волны А, как вы сами видите вот здесь, за которой последует отскок в виде волны Б, как вы видите вот здесь, за этой изначальной волной А. Потом идет отскок в виде волны Б. И следующий отскок — это корректирующий, другими словами, трехволновый, который увеличит вероятность появления отскока волны Б. Это будет значить крупную волну С, падающую, сокращающуюся или обрушивающуюся, для еще более крупной волны А. Так что вот почему структура следующего отскока для Биткоина будет очень важным. Так что я думаю, очень вероятно, что Биткоин отскочит на следующей неделе или плюс-минус. Особенно, ребят, после достижения уровня 38.2 Фибоначчи, о чем только что говорил, где мы придем к двойной поддержке. Но в любом случае, я ожидаю большой отскок для цены Биткоина в следующую неделю плюс-минус, в несколько следующих недель. И вопрос в том, каков этот отскок в итоге будет. Ага. Так что будет ли этот отскок в конечном итоге импульсным? И будет хорошо, если он будет импульсным? Ведь потому что если эта структура будет из пяти волн, пятиволновый отскок, то значит, что Биткоин будет здесь. В начале волны 1. Пятиволнового ралли в направлении нового исторического максимума из ТАК. Так что первый возможный сценарий, это если, если Биткоин образует пятиволновый импульсный отскок, то это будет значить, что мы завершили, опять же, вот здесь структура АБЦ, частью волны 4, А, Б, С. Что будет значить, что если следующий отскок образуется импульсным пятиволновой структурой, то это будет значить, что мы начинаем следующее крупное ралли к новым вершинам. Это волна 5. Однако, как вероятно вы догадались, если следующий однако отскок будет, если следующий отскок окажется корректирующим, если следующий отскок будет корректирующим, в виде трехволн, как вот здесь, А, Б, С, то нет. Нет, забудьте, трехволновый корректирующий отскок будет значить, что это всего лишь волна Б, перед тем, как мы снова свалимся в более крупный спад, в слив волны 3, до новых низов, гораздо более низких низов. И дело в том, ребят, что вот сейчас я точно ничего не знаю, по какому конкретно пути биткоин в итоге пойдет. Однако, в больших подробностях я это буду обсуждать в последующих видео. Так что не забудьте подписаться на канал Крипто Комманс, а также и в друзей Бла Бла Крипто, которые и сделали возможным это видео в русском языке. И, конечно, если он заходит, поставьте под видео лайк и напишите об этом в комменте. Всем профитроли, обнимаю, пока. Да, для тех, кто все еще торгует на Байбите, ребятушки, есть суперкрутая штука, суперкрутая новость. AirDrop. Переходите вот по этой вот ссылочке, читайте условия, выбирайте торговую пару, нажимайте участвовать и в течение 9 дней получаете 100 USDT, бесплатный трейд вверх и вниз, AirDrop от Байбит. Вот такие плюшки и ништяки, ребят, специально для нашего комьюнити. Ну и помните, кто хочет участвовать с нами в турнире на бирже Гейт, перевод с Байбита на Гейт сейчас стоит 0 долларов. Через сеть Тон, Telegram Open Network. Обратите внимание, с Байбита ставите Withdrawal, USDT, сеть Тон и переводите хоть 1 доллар без комиссии, понимаете, и начинаете торговать. Все, ребят, все ссылки в описании, все плюшки на дороге, как говорится, валяются, только собирай. И давайте быстро глянем, что у нас на TRDR, перед тем, как завершить этот короткий выпуск. На TRDR, как мы с вами видели, очень сильно откупили вот здесь у нас ребята, по всем крупным стаканам. Здесь была очень хорошая дивергенция, посмотрите, RSI уже развернулся, а цена еще нет. Так что, по всей видимости, ребятушки, что-то такое нас ждет в ближайшем будущем, плюс-минус. Куда-то вот туда, на новые хаи. А вы-то что сами думаете, напишите в комментариях. И скоро увидимся, пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok